Всем здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные Android-игрушки и возвращаемся в Genshin Impact. Собственно, сегодня какие у нас планы? Мне кажется, что-то здесь добавили или оно всё-таки было? По-моему, всё-таки было, но такое ощущение, будто на одно деление... Как сказать? На одну запись в событиях стало больше такое ощущение, потому что мне кажется, как будто их было меньше. Ладно, сегодня мы будем проходить с вами о балладах и кубках. Поехали! Первая глава у нас. Отслеживать цель. И двигаем куда? Куда нам надо идти? Я надеюсь, эта точка находится... А, она вообще прям в Манштадте? Ничего себе! А где будет? Не, наверняка сам ивент будет проходить всё-таки в Сумеру. Просто, видимо, взять его нам нужно будет в Манштадте. Хотя, с другой стороны, о балладах и кубках это чисто манштадтское название. Так, я сейчас быстренько, во-первых, выключу свой ноут, чтобы он не шумел. Во-вторых, подрублю зарядное. Вообще, надо было сделать это заранее. Каждый раз, блин, я это делаю во время записи. Потому что заранее они не... И почему-то у меня не приходит такой мысли, что надо это сделать заранее. Так, ну нам нужно к Катерине идти. Именно к Катерине в Манштадте. Я пробовал подходить к Катерине в Манштадте, когда выполнял ежедневные задания. Тысячу лет, кстати, я их не выполнял. Но мне их придётся выполнить, чтобы открыть задания легенд и так далее. Дайте-ка проверить. Все задания из списка выполнены. Никакие пойму, а вы молодцы. Когда это я, я ничего не выполнял. Хорошо, что вы вовремя пришли на помощь. Манне приложил, чтобы я делала со всеми этими поручениями. Пустяки за эти два дня было много работы. Но в основном мы занимались перевозкой товаров, сопровождением караванов и тому подобным. Мы додумались, что это всё серьёзное. Когда мы решили, что здесь не хватает людей. Все опытные искатели приключений давать такую работу и правда всё равно, что растрачивать таланты впустую. Но в это время в Манштадте всё так. Почему? Период сбора урожаев. Всё верно, Никакей. Это отличное время для сбора зерновых и фруктов. А также самый важный винодельческий сезон для Манштадта, известного своими винами на весь Таиват. Опять? Мы, по-моему, уже... У нас уже был такой подобный вен. Господи, а чё с изображением? Почему оно такое мутное и как будто размазанное? Фермеры торопятся продать свежую продукцию, а в крупных торговцах вином закупают качественные ингредиенты. Ясно. Неудивительно, что и два дня все только и говорят, что о вине. Что, правда? А, лкаши пожаловали. Истинная правда. Действующий магистр собирает всех в зале штаба. Скорее, не то опоздаем. Мне кажется, ли рыцари как-то свою форму поменяли. У них, по-моему, не такая была форма раньше. Эй, подожди меня! Или такая. Почему теорицы Риордов и Вониуса несутся сломя голову? Я понимаю, что с Эйю Паймон либо повзрослел, либо поменял голос, либо... Я не знаю, как это сказать-то. Либо вообще заменился на другого человека. Я вот этого не понимаю немножко. Но я все равно буду озвучивать Паймон так, как я озвучивал ее раньше и всегда именно таким вот пешклявым голосом. Вот это вот. Хе-хе-хе. Я не знаю, как они в зале штаба, чтобы при всех открыть это письмо. Ясно, тогда беспокоиться не о чем. Так, стоп, что ты только что сказал? А, в Орден только что доставили. Разве Магистр Ордена Рица Риордов и Вониуса не тот Варка, который возглавляет легендарную экспедицию? Кая, чтоб Варка написал в письме, как проходит экспедиция, когда они вернутся? Надо же, Паймон беспокоиться о Магистре Ордена больше, чем я. Любопытства тебе не занимать. А что в этом такого есть? Есть кто-то, о ком ты много слышал, но ни разу не видела? Ты тоже будешь беспокоиться. Магистр Джин твердит, что он живая легенда. Это ужасно интригует. Мы увидим Варку сегодня с вами. Там уже экспедиция длится уже довольно долго, а мы так ничего и не знаем об их успехах. Ха-ха. Действующий Магистр очень любезно в своих суждениях. Этот человек доставил много клопот окружающим на пути к тому, чтобы стать легендой. Я расскажу вам об этом подробнее, когда будет время. А, то есть это женщина? Раз вам так интересно, может вернётесь вместе со мной в Орден и сами обо всём узнаете. Почётный рыцарь, давно не давал о себе знать. Все по тебе очень соскучились. Договорились, Катерина, тогда мы пошли. Хорошо, берегите себя. А, в честь чего я вообще прибыл в Монштад? То есть, окей. О балладах и кубках глава первая, весь прилетевшая издалека. Новая глава открылась. Открылось ли у нас с вами какие-либо задания? Нет. Описания события, видите, ещё нет. Мне нужно пройти первую главу, чтобы у меня открылись игровые испытания. Или чё-то в этом духе. Я очень хочу поиграть в игровые испытания. Прежде чем проходить сюжетку. Тем более, у нас сюжетка ещё, по-моему, до конца не открыта. Только первая и вторая глава. А нет, только первая глава. То есть, сегодня мы начнём с вами проходить первую главу. И вторую придётся проходить завтра. На то время нужно будет проходить всякие ивенты, которые у нас откроются в описаниях события. Видимо. Так. Пока есть время помолчать, я немного помолчу. Потому что, чувствуя в этом ивенте, опять будет миллион диалогов. Очень интересных, в кавычках, да? Как обычно бывает в ивентах. Блин, мне не хватит выно... Не, хватило, нифига себе она подтянулась. Она прям на последней, на нулевой выносливости подтянулась под этот. Ну, вы поняли. Божественная сегодня, конечно, объясняю всё. Пока ещё я не то, чтобы сильно болею, поэтому я могу записывать. Поэтому-то... Может быть, даже случится чудо, и я не заболею по итогу. Потому что горло у меня сегодня перестало болеть. Но всё ещё остался заложенность в носу и так далее. В общем, такие, знаете, симптомы заболевания начального. Ну, плюс такая общая слабость и недомогание тоже. Но если у меня болезнь пройдёт в лёгкой форме, или вообще меня не застигнет, то будет идеально, потому что я смогу чаще записывать видосы и больше. Похоже, все в сборе. Привет, милашка! Привет, Паймон! Вы не ожидал вас здесь увидеть? Вы тоже слышали о письме? Да, мы думали только что столкнулись с Кейвозе... А, мы только что столкнулись с Кейвозе гильдии искать и покучений. Ого, Паймон, впервые видеть столько людей в зале? Да не так уж и много. Кажется, Паймон точно начинает волноваться. Ха-ха, не слишком-то рассчитывай на что-то интересное, хорошо? Насколько я знаю магистра Ордена, если у него есть время написать письмо, то в девяти случаях из десяти оно будет о чём-то несущественным. В любом случае, само письмо это уже хорошие новости. Кей немного сгущает краски, но я с ним согласна. В конце концов, по лицу Мики можно сразу всё понять. Мика, это кто? Вон тот паренёк, стоящий перед лестницей рядом с Пенину. Ух ты, а чё это за новый пацан? Мы его ещё ни разу не видели. Раньше он работал геодезистом в команде Оллы, отлично справлялся с изысканиями, надёжный сотрудник. Тогда экспедиция отправилась в путь, магистра Ордена назначил его ключевым участником разведки. Это он принёс письмо. Прошу соблюдать тишину, раз все уже в сборе, перейдём к чтению письма магистра Ордена. Мика, поручаю это тебе. Да, конечно, магистр Джен. Прикольный перс. Всем привет, я Мика, геодезист разведывательного отряда. Выполняю задания вместе с экспедицией. Сейчас я зачитаю письмо магистра Ордена Варки. Рыцарь Ордафавониус, приветствую вас, пишет вам Варка. Прежде всего хочу сообщить, что вам не о чем волноваться. Все участники экспедиции целы и невредимы. Отличная новость. О, у меня ладошки вспотели. Вы точно рыцари? Почему вы так странно разговариваете? А я могу продолжать. Продолжай, Мика. Думаю, теперь вы можете расслабиться и спокойно всё выслушать. Я пишу это письмо при свете очага. Мы находимся у северной границы Тейвата, где остановились для отдыха. Я уже говорил, что целью экспедиции является некоторая древняя опасная тайна. Это пока всё, о чём я могу рассказать. Но не стоит беспокоиться о ходе нашей экспедиции. За эти два месяца мы кое-кого встретили. Капитана предвестника Фатуи. О, новый Фатуи. Что, капитана? Знаю, Фатуи вели себя в Манштадте возмутительно. На этот раз капитана с нами заодно. В смысле? Вероятно, из-за того, что мы оказались со снежной в одной лодке. Он умело скрывает всё за маской. По нему невозможно судить о его опыте и о происхождении. Но одно можно сказать наверняка. Этот человек со стальной волей. Он смертный, не боящийся бросить вызов даже богам. Не сомневаюсь, что он смог бы сразить стража руин, проткнув его глаз карандашом к Ли. А вы даже не пытайтесь. Разведчики выяснили, что три дня назад капитана получил приказ отправиться в Натлан. Так что с сегодняшнего дня нам больше не придётся тратить силу на защиту от него. Мы можем спать спокойно. Признаю, некоторые его действия сыграли нам на руку. Но с учётом этого, можешь считать, что он остался нам должен. В Манштадте должна быть все готовятся к празднику вина. Жаль, что в этом году не получится к вам присоединиться. Не проходит и минуты, чтобы мы вспоминали о винах Манштадта и днях, проведённых с... А, не вспоминали. И днях, проведённых с вами. Хорошенько повеселитесь вместе с жителями Манштадта и заодно выпейте за нас несколько бокалов праздничного вина, специально изготовленного в винокурни Рассвет. Дохранят Манштадт ветра Барбатоса. Мыслям мы всегда с вами. Варка. Мыслями. Паскриптум. Не сомневайтесь, кто сильнее капитана или я. Помните, я магистр ордена. А в ордене у нас целых 10 капитанов. Смех магистра. Не мой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Окей. На этом письмо заканчивается. Благодарю за внимание. Спасибо, Мика. Магистр Джин, похоже, на обратной стороне последнего листа написано что-то ещё. Нет, всё, хватит. Паскриптум. Места не хватает, поэтому напишу здесь. Лиза, это послание для тебя. Похоже, всё, что написано далее, адресовано Лизе. Мне. Раз это особое послание, Лиза, поговорим наедине. Минуточку внимания. Как сказал магистр ордена, до праздника вина осталось всего несколько дней. Нам посчастливилось получить хорошие новости в экспедиции. Подожди, но ты тоже магистр ордена. Почему она сказала, типа, магистр ордена, если Джин тоже магистр ордена? Да, они не смогут вернуться в Монштад и повеселиться вместе с нами, но мы с нетерпением будем ждать праздника вина. Надеюсь, что ради экспедиции, ради трудолюбивых жителей Монштадта, каждый из вас будет стойко стоять на посту и исполнять свой долг. Отдыхайте, веселитесь, наслаждайтесь долгожданным праздником. На этом, пожалуй, всё. Собрание окончено. Паймон не посыщилась? Говорили про капитана Фатуи, похоже, делал серьёзное. Ладно, хватит об этих Фатуи-шматуи. На праздники вина можно есть и пить бесплатно, правда? А что ещё? Эээ, узнай, Паймон. Ну что, милашки, хотите вместе поискать Джин? Было столько народу, что даже поздороваться не удалось. Хорошо, идём. Ну, чё мы узнаем, чё говорилось. Нас Лиза сама хочет просветить, видимо, в то, что она... Да-да-да, вот и она. Вот и наша Джин. Ну, в своём кабинете, как и обычно. А, Лиза, письмо от магистра ордена на столе. Никакие Паймон давно не виделись. Я была так занята, что даже парой слов с вами не перекинулась на собрание, извините. Может, задержитесь ненадолго в масштате? Если время позволяет, мы как раз готовимся к празднику вина. Да, давай, почему бы нет. Не верьте на пускном успокойстве, Джин. Она все эти дни только о вас и говорила. А, Лиза. Вы поболтаете немного, а я пока прочитаю письмо. Эээ... Эээ, я тоже очень по всем скучал! Да, с масштата началось наше путешествие. С ним связано много драгоценных воспоминаний. Кстати, магистр Джин. Кстати, магистр Джин. Нормальное обращение. Ведь ничего не знаем о празднике вина, расскажешь? Да, конечно. Праздник вина, так же, как и Луди Горпастовым, в праздники ветряных цветов входит число старинных традиций масштата. Это важнейший осенний праздник. Каждую осень масштате дует западный ветер. Согласно легенде, аромат вина во время сбора урожая настолько соблазнителен, что привлекает он и Мархонта, большого поклонника этого напитка. Ну да, кто бы сомневался. Где бы он ни был, он легким ветром возвращается в родные края. Очень похоже на нема Архонта. На Венти. Вот почему жители масштата называют западный ветер возвращающимся ветром. А праздник вина изначально устраивали в честь Барбатоса. В это время года в каждой семье делали новое вино, которое хранили, по крайней мере, до следующего дня возвращения ветров. Открывая выдержанное вино, люди тем самым приглашали на Мархонта выпить вместе с ними. Легенда гласит, что если на Мархонту придется по вкусу вино, он с радостью пошлет людям ветерок драгоценного благословления. Драгоценного бос... Пёрнет, что ли? С на этого Архонта предположу, что благословляет у них возможность выпить вкусную вина и на будущий год. Хороший вопрос. Но на самом деле благословления я не могу сказать ничего конкретного. Эти истории настолько древние, что такие детали давно позабыты. Некоторые истории, передаваемые из уст в ца, кардинально изменились. Например, сейчас жители Монстата спорят о том, что за растение анимонии... Так создаётся и меняется культурное наследие. По традициям почитания на Мархонта в день возра... Да, всё правильно. В день возвращения ветров всё ещё жива. В праздник вина жители Монштата делятся радостью от собранного урожая и дегустируют вина. Во время года, когда многие странствующие жители Монштата возвращаются в родные города, а для тех, кто не может вернуться, праздник вина — это время, когда они больше всего скучают по семье или друзьям. Тогда неудивительно, что Магистр Ордена сказал в своём письме «Да хранят Монштат ветра Барбатоса, мы самим и всегда с вами». В этом году мы с церковью Фавонией и гильдии искателей приключений решили вместе организовать празднество за пределами Спрингвейла на берегу Сидровозера и открыть традиционный винный рынок. Винный рынок? Когда-то давно это просто было место, куда виноделы и фермеры приезжали поторговать сырьём для вина. Сейчас на рынке можно найти не только готовый вина, но и сезонные фруктовые напитки и закуски. Люди также продают поддержанные вещи или изделия ручной работы. Орден намерен воспользоваться возможностью и строить благотворительную ярмарку, чтобы собрать деньги для нуждающихся пожилых людей и детей. Пожилых детей? Ага, звучит интересно! Пожилые дети! Дети! Дети пожилые! Прошу прощения. Пройдитесь, как будет время. Надеюсь, вам будет интересно. Кстати, Лиза, о чем было письмо от магистра Ордена? Я как раз собиралась это с вами обсудить. Магистер Ордена хочет поручить мне одно важное дело, связанное с прошлым Рейзора. С прошлым Рейзора? Рейзор рассказывает, что был воспитан стаи волков из Вольфиндома. Своих родителей он не знает, для него волки это Лупикап. Ай, то есть семья. Лупикал. Да, мне это тоже известно. Но в письме магистра Ордена говорит о деревянной шкатулке, которая находится в верхнем шкафу по третьей полкой справа дедушкиных часов в кабинете Джин. В ней лежат вещи, оставленные Рейзору родителями. По словам магистра, пришло время их отдать. Нифига себе, как сразу... Ясная погода стала. Получается, магистра Ордена знала родителей Рейзора? Выходит, это так. Магистра Ордена с Рейзором связывает нечто большее, чем встреча в Вольфиндоме обучения фехтованию. Тогда давайте поскорее найдем Рейзора. Он будет тратить знать что-то от своих родителей. Ммм. А Лиза тебя что-то беспокоит? От тебя ничего не скроешь, милашка. Настоящие родители, с которыми никогда не было связи, непростая тема даже для обычного ребенка. А для Рейзора, живущего в Вольфиндоме и мало контактировавшего с людьми, и подавно, не уверена, что он готов к этому. Но магистра Ордена всегда тонко чувствует ситуацию. Возможно, он считает, что сейчас для Рейзора самый подходящий момент. Джин права, милашки, поможете поговорить с Рейзором. Рейзор относится ко мне как наставница и может не поделиться, даже если будет расстроен. Он вам доверяет, вы его друзья, думаю, вы справитесь с этой задачей лучше меня. Окей, я поговорю. Спасибо, милашки. Приободрите его, если получится. В этом возрасте дети больше всего нуждаются в заботе и поддержке. Да какие дети, Рейзор взрослый? Покиньте штаб Ордов Вониос. А это прям задача покинуть штаб Ордов Вониос, а не пойти к Рейзору? Или я могу на карте? Не, я могу сразу в Ольфиндом, в принципе, пойти. Поехали. Почему бы нет? Ну и в этом моменте, как и во всех остальных, очень много текста в сюжетной части. И он, по сути, ни о чём. То есть, да, как бы основную информацию мы выловили, но... Примерно 70% оставшейся информации это просто вода, которую просто нам пытаются затянуть, так сказать, хронометраж этого квеста. Чтобы люди его дольше проходили и как бы... Рейзор обычно может зайти неподалёку от Вольфиндома. Интересно, как он реагирует, когда узнает об этом? Ого, смотри, охотничья ловушка, вроде те, которыми пользуются охотники Спрингвейла. Есть, вижу, какое-то свечение. Что там? Электроотпечатки. Электроотпечатки? Неужели это Рейзор? Странно поймут, казалось, что он хорошо избегал охотников. В общем, давай попробуем найти его, двигаясь по следу. Окей. Да блин, я не ту клавишу нажал. Подожди, а чё там пишут люди здесь? Артефакт Гвинтез Реал, карманная вселенная, еее. Там чё-то про грибы, по-моему, было только что написано, разве нет? Жена Сергея. Окей. Жду Коршун, а у Дарлинга абсолютно вся карта на 100%. 59-й уровень, паук. Ахмет Ильки Чехисави, посмотрите на мой чайник. Тьестайм Туриали, гудбай. Томчик Сау, Дима Петит. Ну, это чё-то на испанско. Дыня, это овощ. Си 2 Нахида, вейтинг рум. Ай лов ватчинг, ясно, понятно. Так, ну тут, короче, пишут всякое не очень приличное вещи. Поэтому я не буду это читать. Эээ, так, я хочу сейчас двинуть куда-то сюда. Смотри, ловушка, ты здесь чувствуешь электро? Подожди так, тут не надо двигаться по чувству стихии. Я могу просто идти по дороге и... Ээээ, да. Электропечатки ведут в Нойтервельфиндома. Продолжим путь. Неужели мы придём в итоге к Волку? Скорее всего. Здесь, кстати, хили-чурлы обычно были, а в этот раз их нет. Рейзер, ты здесь? Нет, смотрите, до конца мы всё-таки не дошли. Может быть, на него кто-то напал? Хотя Рейзер может о себе позаботиться. А, Драф, здорово. Отлично, последняя ловушка установлена, Рейзер. Спасибо, что столько со мной пробежал. Ерунда. Мои ноги сильные. В чём дело, Рейзер? Запах, хорошо знаю. Издалека, друзья. Рейзер! Ого, и Драф с тобой вместе охотитесь? Да, сейчас сезон сбора урожая. Лесные кабаны рыщут рядом с деревнями и винокурнями в поисках пищи. Вытаптывание посев и разрушение виноградных потворок — это ещё полбеды. Самое страшное, что они могут кого-нибудь покалечить. Рыцарь Ордов в Униус попросили, чтобы мы помогли держать лесных кабанов на безопасном расстоянии. С коричневым котом ловим лесных кабанов. Всех защищаем. Ого, Рейзер, ты делаешь успехи! Пойман помнишь, что когда ты прятался от окотника? Ха-ха, это точно. Без Рейзера мы бы не справились. Благодаря его общению с волками, мы спокойно занимаемся делом, не боясь друг другу навредить. Всем помочь, Илупикал, я рад. Но много говорить, устал. Вот мне нравится, кстати, диалоги Рейзера тем, что он вот именно немногословен. И при этом он сейчас не многословен, он сказал пару слов и сказал «много говорить, устал». Ну, Рейзер, ты и так мало говоришь, я очень рад за тебя. Точно, мы должны сообщить тебе, какое-то важное. Вы рассказываете. О, я не знаю. Рейзер, ты хочешь узнать о своих настоящих родителях? Хочу, но не хочу. Хочешь и не хочешь, как все сложно. Путешественник, не поможешь мне с ловушкой, дадим Рейзеру время разобраться в своих чувствах. Похоже, ты хочешь что-то сказать. Слова Рейзера натолкнули меня на кое-какие мысли. В последнее время мы охотимся вместе, мальчик почти не говорит, но я постоянно рядом и знаю его характер. Думаю, он хочет сблизиться со своими настоящими родителями, только страх перед неизвестностью все перевешивает. Я сам отец, и кое-что понимаю в общении с детьми. Когда Диона была маленькой. В смысле, когда была маленькой? То есть, почему все считают Рейзера ребенком? Я не могу понять. Он же взрослый, он выглядит взрослый. И он явно взрослее Диона. Диона очень мелкая такая, маленькая-маленькая. И он говорит про маленькую, серьезно, чел. Если я поздно возвращался с охотой, в следующие несколько дней она не сводила с меня глаз, боюсь, что я ее оставлю. Хочешь сказать, Рейзер тоже переживает из-за того, что бросили его родители? Да, думаю, это ключевой момент. Ну еще бы не переживать, блин. Если это так, мы не вправе что-то ему советовать, к тому же у меня есть и другие заботы. Рейзер взрослеет, но многие проблемы за один день не решить. Но он делает успехи, постоянно. Однако, теперь новости о его родителях, скорее всего, не даст ему отсрочки и заставит задуматься о том, откуда он пришел и куда направился. Ты думаешь, как Элиза Драф, значит, все взрослые так рассуждают? С другой стороны, поймать, помни, как магистр Джин говорил, что больше похоже на доверие к другим. И доверие к своим инстинктам. Никакие, что думаешь? Я буду рядом, мы же друзья. Ха-ха, я рад, что у него есть такой друг как-то. И пойму, ну что если... Хм, план. Какой-то план мы придумали. Хорошо, пойму все ясно. Пойдем, он наверняка нас уже заждался. Рейзер, что ты решил? Еще думаю, внутри странно, будто проткнули волчьим крюком. Что ты думаешь о Варке? О Варке? Ну, высокий, сильный, веселый. Ты доверяешь Варке? Эм, доверяю. Что-то ты задумался. Он был добр ко мне. Дал имя, научил драться. Он сейчас занят, важное дело. Я по нему скучаю. Рейзер, на обратной стороне своего письма он обратился к Лизе и попросил передать тебе вещи твоих родителей. Он считает, что эти вещи имеют для тебя особое значение. Но самое главное, чтобы не произошло, мы никакие поймоны Лиза и все твои друзья будем рядом с тобой. Не волнуйся, все будет хорошо. Правильно, коричневый кот тоже тебя поддержит. Эх, спасибо. Подумал, я с вами пойду к наставнице. Ха-ха, молочина. Не буду вас задерживать, я почти закончу, так что скоро вернусь домой. До начала праздника вина есть еще время, проведу его с дочерью. Хе-хе-хе. До встречи, граф! Ну и теперь нам нужно вернуться в кабинет магистра ордена вместе с Рейзером. Но тут еще не праздник вина. То есть, скорее всего, первая глава закончится над тем, что начнется этот праздник вина. Ну, как мне, по крайней мере, пока что кажется. Я надеюсь, что все-таки сюжетная часть здесь первой главы будет не такой долгой. И я смогу поиграть еще. То есть, не только пройти историю, но еще и побегать по каким-то там заданиям. По миссиям и пройти там на награды разные. Всякую штуку. Надеюсь, что реально откроется после первой главы что-то интересное. Надеюсь, мы не чисто ради сюжета сейчас проходим, а будет еще чем позаниматься. Так, и теперь нам надо в кабинет. Сюда. Сейчас мы узнаем, что это за вещи у Рейзера. Лизия, мы привели Рейзера! И вот просто вы заметили, насколько быстро прогружается Манштадт, в отличие от того же Сумеру. И насколько быстро локации и вообще текстуры прогружаются здесь. Здравствуй, наставница. Я пришел смотреть вещи. Выглядишь хорошо, волчонок. Похоже, они тебе уже все объяснили. Еще не могу пропустить диалог, а он заскриптован. Смотри, это самая деревянная шкатулка. Я ее достала, но не трогалась. Если хочешь, можешь открыть. Ах, я готов. Ой, а почему в шкатулке какой-то хлам? Поймон, казалось, что внутри должны быть письма и всякое такое. Может, прошло слишком мало времени, и Варка перепутал шкатулку с какой-то другой? Нюхает запах. Запах? Какой еще запах? Давно из воспоминаний. Это их запах. Запах родителей. Запах людей. Мамы и папы. Невероятно, ты помнишь запахи из детства. Блин, у меня нос закладывает. У Рейзера отличное обоняние. Некоторые умения диких животных дают большие преимущества. Может, удастся что-нибудь еще выяснить? Какая-то несуразная вязаная кукла. Похоже на самодельное. Что это, деталь с кражи руин? Постойте, вы только взгляните. Эта бутылка вина еще наполовину полная. На ней что-то написано. Вино. Вино тысячи ветров. Что в бутылке вино тысячи ветров? Хе-хе-хе. Наставница, вы знаете? Говорят, что вино тысячи ветров было первым вином, которое научились готовить жители Монштадта. Оно не испортилось. Одни считают, что своим названием оно обязано множеству ингредиентов в составе. Другие ссылаются на то, что его невозможно два раза приготовить с одинаковым вкусом. Я помню, как в одной из книг упоминалось, что его можно приготовить самыми разными способами, а вкус трудно контролировать. Торговцами вина не просто совладают с этой особенностью, они предпочитают вина со стабильной рецептурой. Поэтому ты вряд ли увидишь вино тысячи ветров на рынках или в таверне. Похоже, волчонок, вино, что приходит в этой бутылке, твои родители сделали сами. Значит, это наверняка что-то важное. Пойма насенила. Рейзор, ведь идет мейное обоняние. Может, это кровь и понюхаешь, но вдруг это поможешь что-то узнать. Хорошо. Ну что-то он увлекся. Он что, улыбается? Ну как? Сладко, освежающе, немного горько, нравится, много, много всего вместе. А Рейзор не слишком маленький? Вы все время его называли ребенком. Мне сейчас возникает такой вопрос, а ему можно пить вин овощи? Но изначальный запах не тот. Неужели даже ты, Рейзор, не можешь разобрать? Я еще раз понюхаю. Ладно, Рейзор, не переживай, что делать, если способ не работает. Искать. Другой способ. Верно, ты запомнил мои слова. Вот-вот наступит праздник вина, и все оценители соберутся в Монштадте. Наверняка найдется тот, кому известно о вине тысячи ветров. Отличная идея. Венти тоже придет? Это я сказал про себя, а не вслух. На церемонии открытия будет весело, вам стоит там побывать. Заодно и Рейзор сходит с вами вместе и поспрашиваете. Попробую. Спрашивать много людей. Мы пойдем с тобой, не переживай, будем как-то средним, между драфном и волками. Обещаем, что будем рядом. Хорошо, сначала вернусь. Папа и мама. Нужно рассказать. Лупикал. Ого, увидимся на открытии. У него там, кстати, тоже непростые отношения среди этих... Да, и вот как раз начало праздника. Но я думаю, на этом еще не закончится первая глава. А, нам еще должны были награду, кстати, прислать. Нифига себе, это что? А, это я проходил, короче, веб-эвент недавно. То есть, по-моему, вчера я проходил его после записи. Проходил веб-эвент, и там за каждые из этапов давали по 30 ко мне и столько. Поэтому я сейчас быстренько соберу. А вот это вот уже, по-моему, за поделиться. И эта штука... О, праздничная прыг чего-то там. Хлопушка. Прикольная тема. Получили еще, короче, кучу всего. И давайте, раз уж на то пошло, покрутим с вами... Так, Сайну я уже выбил, он мне не нужен. Я бы хотел, конечно, выбить еще вот эту барышню. Но она падает и в баннере с Венти, поэтому я буду крутить баннер с Венти. Может, что-нибудь выбьем? В идеале, Венти вряд ли мы выбьем, потому что мы недавно совсем выбивали Легу с того набора. Но хотя бы мы можем попытаться выбить четырехзвездочного персонала. Как вариант. Пока выпали в основном трехзвездочные предметы, мы можем сейчас еще перейти в магазин Паймон. Он, по-моему, должен уже обновиться, если я не ошибаюсь. Да, он обновился, и мы можем сейчас купить с вами вот эти вот штуки. Переплетающиеся судьбы. Из-за переплетающейся судьбы мы еще сможем покрутить несколько паков, а именно четыре. Так, Венти, продолжаем крутить Венти. Та же самая, тот же самый лут. Когда уже четырехзвездочная что-то выпадет. Алло. Что-то одни трехзвездочные предметы падают. Последняя крутка у нас осталась. Дайте четырехзвездочную, наконец-то. Может быть, это будет все-таки новый герой? Нет, это, к сожалению, Куки Синобу дубликает. Но она тоже среди персонажей, которые выпадают. Но у нас влияние пойдет, в принципе. Мы можем сейчас еще, кстати, один пак купить, по-моему, если я не ошибаюсь. Так долго приходится мотать персонажей, чтобы найти, нужно вот... Активировать. Окей. И теперь у нас, по-моему, хватает еще фрагментов в магазине Паймона за шарики. Ну, не за шарики, как это называется, вот за эти жетоны. Блуждающий звездный блеск. Еще можем купить одну такую штучку. И, соответственно, покрутить еще круточку. Потом, кстати, надо будет еще вот за блуждающую звездную пыль купить последний шарик в магазине. Как только мы покрутим достаточно наборов и попробовать еще раз выбить Вэнки. Но мы вряд ли, как я и говорил, мы вряд ли его выбьем. Но мы можем попытаться, по крайней мере. Так, нам нужно дождаться восьми утра. Давайте перемотаем время. А, через два дня. То есть, надо еще подождать. Окей. Я вот думаю, выходить мне отсюда или не выходить. Давайте будем по одному дню мотать. На всякий случай. Я думаю, что сейчас уже можно будет продвинуться дальше. Да. Отправляйтесь на праздник вина. Так, и где это находится? Сейчас по карте посмотрим. Ага, прямо в Спрингвейле. Точнее, рядышком с Спрингвейлом. Ну, окей, окей. Я, в принципе, не против. Блин, когда уже эта сюжетка закончится? Я хочу поиграть. Мне просто не так сильно вкатывает в Геншине именно смотреть историю. Хотя, вот история с Днем Сурка мне очень понравилась. Вот там было интересно реально играть в нее. А вот эти диалоги, вот, о празднике вина, когда он приближается, что-то там, это не так весело. Я бы хотел больше поиграть. Какой-то ивент, возможно, пройти или типа того. О, нифига себе, здесь поставили кучу палаток. Наверное, перемотка времени обычно нужна, чтобы обновить какие-то элементы декора на карте. Возможно, они только через определенное время откатываются. Возможно, через сутки. Ну, то есть не откатываются, а появляются. Хотя, до сих пор мне не совсем понятно, зачем в Геншине вообще перемотка времени для квестов. Типа, понятно, что можно, типа, перематывать время, чтобы было утро, вечер или так далее. Но зачем для квестов перематывать время, для меня непонятно. Наверное, как раз для спавна, вот, текстуры и так далее и тому подобное. Благодарю за ожидание. Ежегодный праздник вина объявляю открытым. Надеюсь, этот праздник жители Монштата и гости со всего мира разделят удовольствие от вина и порадуются богатому урожаю. В день возвращения ветров мы проведем церемонию тоста в честь Энамархонта Барбатуса. Да направит тебя ветер. Да направит тебя ветер. Рейзер, ты уже здесь. Ого. Много людей. Давай незаметно кое-кого поищем. Поищем? Кого? Одного бродяжку. Он хорошо съедомленок, потому что любит выпить. Возможно, ему что-то известно. Ну да, Венти. Так, Вентиенос, здорово. Ты тут как тут? А я могу, интересно, у того торговца купить какие-нибудь редкие чертежи или типа того? Бродяжка! Вот так встреча. Никакие поймон привет. Ха-ха, так я знал, что увижу вас в этом чудесном празднике. Как поэтично, только вот знаешь, что одна бутылка для тебя пирушки, две настоящие веселья, сколько же бутылок включает в себя чудесный праздник. Ха-ха, ну зачем ты так? Ты же не единственная, чем... Это не единственное, чем можно здесь заняться. О, это же Рейзер, как дела? Хорошо. Дело. Надо спросить. Точно, Рейзер хочет тебя спросить, бродяжка, тебе что-нибудь известно о вине Тысячи Ветров? О, название навевающее воспоминание. Дай-ка подумать, когда же я слышу о нем в последний раз? Родители Рейзера ставили ему скатулку с полупустой бутылкой вина. На этикетке было написано Вино Тысячи Ветров. А сейчас он нас ее попросит и выпьет. Говорят, это вино с историей, изготовленное по древнему рецепту, поэтому мы к тебе и обратились. Вкусно пахнет. Не знаю, что это. Значит, вы хотите узнать, как приготовить Вино Тысячи Ветров? Тогда вы по адресу узнаете на стихотворение, как же оно называется? Да, так и называется, Вино Тысячи Ветров. Я приберег его для Дня Возвращения Ветров, но ради вас, друзья, готов продекларировать хоть когда. Ну что, исполнить вам стих? Стих. Плохо понимаю, но надо слушать. Хорошо, тогда приступим. Вино, бочки наполни и сохрани. Осенних ветреных дней ты подожди. Воском промажь, запечатай покрепче. Ветра юга мягкие, северные резче. Эээ, да, конечно. Лак... Ну да. Ха-ха-ха. Да рифма просто божественная. Вино тебе нравится, приятно на вкус. В нем духман штата, свобода и скус. Какие же фрукты попали в него? Нежность, любви и отваги добро. Ну вот это уже получше было. Защитников воля крепка, как всегда, в задорной песне объединит все ветра. Кислая сладость она обратит. Ветреный день к себе нас манит. Спасибо за аплодисменты. Ну что, помогло вам стихотворение? Как вино. Немного сладкое, немного пьянит. Смысл непонятный. Поймать, думай так же. Стихотворение вине, но в нем нет никакой конкретики. Ха-ха. Малопонятно и романтично. Это особенность поэзии Манштадта. Если говорить об ингредиентах для вина, нежность, любви, отваги, добро, защитников воля, ветра и задорная песнь. Поймать, как не можешь понять, что это значит? Эй, бродяжка, поймать, как ты уже сейчас знаешь. Можешь подскажешь? Увы, из меня плохой учитель. Я не могу придумать, чего нет стиха. Единственный способ узнать, чем секрет аромата, самим закатать рукава. Закатать рукава, приготовить вино? А тогда же намного станет понятно, бродяжка, не шути так. Мы давно знакомы, а ты все еще веришь в мою иск... не веришь в мою искренность? О, как печально. Я верю. Я хочу попробовать. Я хочу сделать вино. Найти ответ. Узная, как сделать вино, и узная, что вино папы и мамы. И узнаю про вино папы и мамы, что внутри. Если все сделать так же, возможно, удастся понять. Да. Хочу узнать о них. Раз ты так считаешь, Рейзер, значит, нужно довериться бродяжке. Попробуй, если в первый раз вино не получится, не беда. О, тут разорезанными следила. Волнение излишне. Просто прочувствуйте дух свободы, в этом нет ничего сложного. Если подойти к процессу весело и с душой, желаемый результат не заставит себя ждать. Расскажу стих наставнице. Затем еще надо думать одному. Отличный настрой. Давайте встретимся через два дня на этом же месте. Хорошо. Я запомню. До встречи. Ага, первая глава закончена. То есть продолжение следует, но продолжение у нас откроется только потом. А пока мы можем чисто, наверное, поочилить в этих ивентах. Да, у нас открылась какая-то новая... Ну, в общем, вы поняли. Открылись, наконец-то, какие-либо ивенты, задания прикольные. Да, тут четыре главы. Испытание ветром, благотворность творчего, изобилие, бла-бла-бла. Интересно. Сейчас мы это все с вами посмотрим. Но... Кстати, на празднике вина. Ну что, лавок, значит, там будут продаваться различные интересные штуки, да? Да, давайте посмотрим, что продается. Попить вино, бла-бла-бла. Я хочу купить напитки. Вот, пожалуйста, меню. Во! То, что надо. Сюда давай. Праздничный сок. Бонус членов отряда. Сюда, папе. Ягодная газировка. Сюда давай. Я хочу все, что у тебя есть. Деньги. Не проблема. Все. У этого чувака мы скупили весь ассортимент, который у него был. Есть еще какие-нибудь челики? Может быть, еще есть какие-то лавки здесь? Я не знаю. Цветочница есть. Продаешь что-нибудь? Цветы. Подожди. Я... Почему я не могу у нее поторговать? Да, жительница Спрингвейла. Помню, помню. Но больше вроде бы я не вижу других... О, есть квест, кстати. У Берна Харда. Блин, я только подошел. Я не хотел брать у тебя квест, чел. Не проходите мимо, прославленный почетный рыцарь и лучший проводник Тейвата Паймон. Умоляю, помогите мне. Да что такое? Неужели кто-то Паймон так называет? Паймон уже стал знаменитый? Погоди, мы же встречались. Мы виделись в сале штаба Ордов Ивониус. Да, я Бернхард из Ордов Ивониуса, отношусь к отряду поставок под командованием Герты. По правилам приличия, мне стоило сначала получше подружиться с тобой, а уже потом просить о помощи. Но время на исходе у меня нет выбора. Прошу тебя, спаси нашу благотворительную ярмарку. Спасти? Благотворительная ярмарка, кажется, это же напоминало мне. Что случилось? Мы планировали открыть лавку на празднике вина. Вся мора, полученная от продажи, должна была пойти детям и старикам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Того, кто откроет лавку, определяли с помощью лотереи. Так же получилось, что выбрали меня. Я не хотел провалить задания, поэтому многих просил советы, но обычно я занимаюсь доставкой и складированием товаров. Я никогда не занимался продажами, не говорил уже о правлении лавкой. Поэтому я прошу вас помочь. Эм. Да-да, с нами можешь не стесняться. Ты говоришь, что поблагодарительная ярмарка направлена приезжая не здесь, стариков Монштата, это очень важно. Никки является почетным рыцарем, а я старый друг ордена. А я? Так что мы с радостью тебе поможем. Что нужно сделать? Премного благодарен. Значит так. Для начала мероприятия нужно подготовить винный студень. Это будет базовым капиталом нашей лавки. Окрестные торговцы вином остро нуждаются в винном сырье. Если мы продадим им сырье, то получим много винного студня. Кроме того, некоторые из иностранных гостей во время праздника вина собираются закупить алкогольные напитки в большом количестве. Поэтому они ищут посредника, который поможет им с этим. Они заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, не искупятся на деньги. Потому что торговцами вин может договориться по ценам. Разница в цене и будет нашей платой за труд. А за эти деньги мы сможем купить винный студень. То есть нам нужно предоставить виноделам всерьез заморским гостям помочь оформить заказ и договориться по ценам, да? Все не так сложно, как казалось, пойман. Это мы как раз умеем. Правда, это просто прекрасно. У меня тут есть один заказ. Господину Шувиму до Сумеру нужно 50 ящиков праздничного сока. Этот напиток можно купить в Йоске и доле ангелов, владельцем которой является господин Георг. Господин Георг, добрая душа, но не стоит пользоваться его добротой. Хорошенько подумайте над ценой, прежде чем предлагать ему сделку. Я продолжу, что рушать лавку, вы подходите ко мне, когда соберете достаточное количество винного студня. О материалах для лавки не беспокойтесь. Я уже связался с поставщиками, так и не отправят товар, как только получат нору. Хорошо, тогда разделимся. Ты займешься под гидовой лавкой, я сбор средств, спорю к чинам. Вы меня так выручили, спасибо. А это один из элементов ивента? То есть одно из заданий ивента? Или же это все-таки просто дополнительный квест? Надо посмотреть сейчас. То есть если мы зайдем сейчас сюда... Так, это точно не то. Может быть это? Во, да, это вот это вот задание. То есть тут четыре задания просто. А че за них даже ко мне и столько не дают? Только карты опыта и все. Возможно потом, когда мы пройдем сюжетную часть, откроется несюжетная часть. Ну ладно, давайте тогда начнем с задания Бернера-то, а дальше уже посмотрим. А можно еще купить что-нибудь у торговцев? Я просто не вижу других торговцев здесь. Я вижу кучу людей, которыми типа помечены как торговцы и так далее, но с ними нельзя торговать. Обычно у торговцев над башкой есть вот такой вот значок, с которыми можно именно зайти в магазин. Так, нам нужно Бернерду помочь. Давайте откроем список заданий. О, боже мой. Какое... Это, это другое. Подожди, а где у нас задание имена Бернер-то? Хм, видимо оно не в этом списке заданий. Нужно именно открывать задачи здесь. Так, описание события. Благотворительность и творчество. А, нет, вот все эти задания, они здесь показаны. Идите киоску Доля Ангелов. Так это же, это и есть вот этот киоск, я же с ним уже говорил. Я же как раз у него и все купил. Ну давайте посмотрим. Привет, Георг, мы представляем господина Шевирма и хотим заказать 50 ящиков праздничного сока. Только не говори, что у тебя их нет. А, господин Шевирма, он мой старый клиент. Обычно он всегда заказывает одинаковое количество. Ладно, так какое ваше предложение в этом году? Эм, мне 17 тысяч, подождите-ка. Какие 17 тысяч ты че? А, давай мы тебе заплатим 12 400. Это шутка, господин Шевирма советовал. Цена слишком низкая, не шутите со мной. Эм, ладно, тогда 13 тысяч, как тебе такое? Цена не слишком подходящая, но это надежный клиент. Давайте заключим сделку. Я как всегда доставлю товар прямо до порога лаги господина Шевирма. Не беспокойтесь, просто сохраните квитанцию. Хорошо, мы продолжим выбор средств, и там нужно скорее найти достаточно винного студня. Бёрнкер сказал, что мы можем собирать средства любыми методами. После того, как заморские гости разместят заказ, мы получим свою плату за труд. И нам не придется придавать торговцам сырье для вина. Но на всякий случай, давай сходим и к другим торговцам. Окей. Заранее сходите в остальные лавки. А какие остальные лавки? А, вон там есть еще один торговец. Надо будет тоже с ним поговорить. Я просто не заметил, что там есть еще одна лавка, где можно поторговать с челиками. Никакие поймонки вы тут, оказывается. О, Барбара, здорово. Ой, Барбара! Привет, Барбара. И вас с праздником. Я не ответил с праздником, я сказал привет, Барбара. Праздник винатина, самый популярный праздник, а мы в штате очень рады встрече с вами. Надеюсь, вам тут нравится. Кстати, я слышала, Георгий, что вы собираете вины в студене, это правда. Мне любопытно, вы помогаете благотворительно ярмарке ордена. Ага, ведь мы же сами рыцари урдов Авонюс. Сейчас лавка еще не открылась, поэтому ездим туда-сюда и собираем средства. Мы не знаем, какие проблемы навалятся у нас после открытия лавки, но мы обязательно справимся. Какие вы молодцы, вы напременно добьетесь небывалого успеха. Спасибо за поддержку. Раньше, когда орден проводил благотворительную ярмарку меньшего масштаба, я всегда помогала. Обычно я стояла возле лавки и пела песни. Кстати, тогда же я познакомилась с Бардом Венди, он еще предложил мне спеть вместе. Играет он просто изящно, поэтому вначале я только тихо подпевала ему, опасаясь нарушить его ритм. Но затем я построилась под него, и вскоре мы запили в унисон. В итоге публике это очень понравилось, и товар стал прекрасно продаваться. Оказывается, Барбара пила вместе с бродяжкой. Мне бы хотелось послушать. Но, к сожалению, в этот раз у меня не получилось со временем. Во время праздника вина церковь Авоня собирается устроить концерт в очень красивом месте, мне нужно репетировать. Мы сами справимся. Мы займемся всякими важными делами, и по-моему уверены, что все прекрасно справимся. Спасибо, вам жалко, я не смогу спеть, но я постараюсь чем-нибудь помочь. Давайте я расскажу всем о вашем магазине. Может нарисовать афиши или раздавать листовки. И да, придумать слоган, а что если под ним еще и поставить подпись? Или лучше будет рекламировать слог? Ура, если Барбара поможет с рекламой, он еще лавки услышит все вокруг. Мы будем благодарны за любую помощь. Мне не сложно, от ваших слов, мне кажется, неловко стало. Но я еще подумаю, поспрашиваю других, что он может сделать. Никакий Паймон, мы еще увидимся. Да, 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 я уже устал говорить. Можно меньше текста? И да, ордены церковь будут гордиться вами. А можно меня чмокнуть щеку, типа, я не знаю, типа того. Ага, вместе мы справимся. Теперь, по-моему, еще больше хочется помочь. Никакими должностей не с кожи вон вылезти, но сделать все красиво. Окей. Почему везде, перед открытием благотворительного магазина, благотворительного средств с двумя способами, продавать сырье для вина торговцам вина, помогать замовским гостям заказами, получая вознаграждение? Окей, я запомню эту тему. И, наконец-то, можно будет сейчас вздохнуть от текста и поиграть немножко. Мне надо продать ингредиенты для вина. А-а-а! Вот так можно, в принципе, получать деньги. Давайте продадим немножко. То есть я хочу продать львиного зева. Давай 25 львиного зева. А, я не могу продать больше пяти. Давай мяты продадим. Надо еще шишек найти. А почему я не могу продавать больше? Так, мне надо сейчас сосновых шишек пойти продать, потому что мне, скорее всего, понадобятся деньги для... этого... Да куда ты ушел, блин? Я с ним поговорить хотел, он взял, отошел, и я не могу с ним поговорить на расстоянии. Ты не обнаглел ли чел, а? Я хочу купить... продать ингредиенты для вина. Так, держи яблоки. Держи закатники, держи цветы, сахарки. Ягоды, валяшки. Ну, короче, я все ему продам. И мне бы еще шишек надо найти, потому что я хочу еще шишек надыбать. Вопрос только, где я могу найти эти пять шишек? Я знаю, конечно, одно место, где они есть. Давайте мы сначала туда сбегаем. Вот на мостах вот на этих, по-моему, они были рядом с деревней Цисин. Мне надо всего пять шишек, и я смогу выручить достаточно много денег, и за эти деньги потом, скорее всего, что-то купить. Прикольно, что можно шишки реально... это... продавать. Соберу на всякий случай побольше. Может быть, мне еще пригодятся в будущем они. Но, по-моему, больше здесь нету шишек. То есть, если мы уже перебежим на другую сторону, мы тут ничего не найдем. Ладно, давайте вернемся теперь в этот... К этому месту продадим оставшиеся пять шишек, которые мы можем там продать. И у нас будет абсолютно у всех торговцев проданный лут. Интересно, а раз в день можно им продавать ингредиенты или как? Надо посмотреть вообще по списку заданий, что надо делать и кому подходить за ингредиентами. Давайте глянем здесь. То есть, мне придется каждый день, видимо, заходить в игру и продавать всякие шняги, чтобы получать нужные ресурсы. Видимо, я за раз не смогу сейчас лавку открыть. Потому что я не смогу столько вещей продать за один раз. Наверное, реально только раз в день им можно продавать вещи. Сейчас проверим. Я на всякий случай проверил магазин. Так, подожди. Ну, он ничего не покупает больше, к сожалению. Наверное, нужно реально раз в день, реальный день заходить сюда. Или надо будет промотать время до следующего дня. Надо будет попробовать перемотку времени активировать. Может быть, это что-то да поможет. Или, может быть, вообще в любые можно будет заходить магазины. То есть, не только вот к этим чувакам, но еще и в других частях карты. Подождите, я к этому челику уже подходил. Я случайно еще раз подошел. Из-за того, что заговорился. Сейчас мы продадим шишки. А у вас есть магазин? Нет, нету, к сожалению. Давай еще 900 бочей мне. И еще я хотел бы у нее одну реплику посмотреть. Так, и нам сказали, что есть еще какой-то способ как-то залутать деньги. Я помню, нам объясняли что-то в этом духе. Ну, давай рассказывай. Бочонки нужно отыскивать. Окей. Это, видимо, еще одна задача. Да-да-да-да-да. Благословление и изобилие следует указанию в записках в разных местах. Окей, я понял. Но для этого надо сначала взять режим этот. Так, во-первых, значит, что у нас по шахте? Ой, по этому, по лавке. Нам сказали, что можно двумя способами получить средства. Один способ это купить ингредиенты, да? Давайте посмотрим, где этот торговец у нас находится. В порту где-то. Окей. В порту и, скорее всего, в Ли-Ёэ, да. В Монштадте больше я не вижу торговцев. Может, где-то в Ли-Ёэ есть? Пока нету. Кстати, тут добавили... А, это Сумеру. Да-да-да, это я не открыл просто чекпоинты. Ладно, пойдем поговорим с той барышней. Может быть, она нам даст какую-то работку. И мы сможем с вами еще заработать средств. И не придется ждать следующего дня. Реального. Так, нам куда-то сюда. Давай, рассказывай. Рассказывай. Из далеких кровов, байховый чай. Мы поручение. Помогаем собирать напитки. 65 ящиков мяты. Нифига себе. Не беспокойся. Мятных ягод именно, да? А что за мятные ягоды? Где я должен их собрать? И она мне выделила еще средства. Я могу оставить себе часть прибыли. Я, видимо, играю роль такого перекупщика или что-то в этом духе. Ну да, я могу таким образом фармить голду. Надо только сбить цену. Хе-хе-хе. Немножко. Сначала попробуем взять за полцены. Ну не за полцены, я имею ввиду за... Так, перекупщик. Окей, я перекупщик. Здравствуйте, я за ящиками мяты. Окей. Давай я попробую сначала взять за 12500. Нет, ей не нравится. Давай тогда за 13250. Вот так вот, допустим. Ага, окей, хорошо, пошло. Хорошо, по рукам. Передайте документ. Окей, идем и сообщим. И мы, собственно, заработали косарь где-то. С небольшим... Ну блин, это мало. Нам этого явно не хватит для открытия лавки. Нужно бы где-то еще найти денег. Еще каждый раз бегать придется туда-сюда. Возможно, реально каждый день будут обновляться эти... Ну, реальный день в смысле. Нужные материалы и так далее и тому подобное. И тогда мы соберем средства. Но... Это значит, что мы за сегодня не сможем собрать нужное количество денег. Хотя, может быть, в других каких-то задачах можно будет тоже деньги собирать. Но я что-то сомневаюсь, что в других миссиях. Там, скорее всего, другие условия и другие задания будут. А деньги я смогу оставить лишние себе? Я же не буду ей возвращать. Все-таки за доставку тоже надо платить. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так, с этой барышней мы разобрались. Допустим. Есть ли у нас еще на сегодня какие-то задания в этом ивенте? О, повар, действительно. Нам осталось совсем немного, кстати, торговать. Отличное сырье. Спасибо. Кошкин хвост приготовит из него напитки, которые всем придутся по душе. Благодарим вас за сырье. Как знает, вдруг через несколько лет мы подадим вам вино, приготовленное из этого самого сырья. Спасибо. Благодаря вам. Усавшие моряки смогут насладиться самыми разными напитками. И новое. Я повар. Мы с товарищами поселились в деревне Цинце. Говорят, в киосках, которые откроются в Монштадте, к празднику вина будут продаваться разные интересные напитки. А это именно то, что мне нужно. Еще и человек, который купит для нас партию праздничного сока. Окей. Ну, будем сейчас бегать по этим заданиям, что я могу сказать. Нам в деревню Цинце. Сейчас надо двигать. Очень увлекательное, конечно, задание, блин. Ну, да ладно. Это хотя бы что-то новенькое. Такого еще в Геншине не было. С элементами торговли. Надо как-то научиться с первого раза, короче, выходить на нужную сумму. То есть не... Чтобы у них настроение не понижалось. Если у них будет хорошее настроение, возможно, они будут соглашаться потом на более невыгодные сделки для них. Здорово! Привет. Надо представиться. Всемогущий путешественник Паймон. Мы помогаем. Бла-бла-бла. Мне нужно 100 ящиков. Окей. Окей-окей. Сейчас пойдем сбегаем. Интересно, вот эти задания не бесконечны? Или они тоже когда-то закончатся? Мне кажется, они должны закончиться рано или поздно. Возможно, когда мы откроем лавку, они исчезнут. Фиг его знает. Так, нам выдали Мору. И сейчас мы будем торговаться в очередной раз. Блин, почему он отошел и не... Подожди, там был сундук или мне показалось? Что за странный сундук? Бочонки изобилия. Тебе нравятся монштадтские праздники? Каждому праздник на улицах города развешивают украшения. Разговоры монштадтцев наполняют радостью и беззаботностью. Люди обсуждают, как будет отмечать праздник, какие покупки осталось сделать. И я тоже. Заражаюсь их весельем. В честь праздника урожания я дарю тебе цветные флажки, ручной работы. Надеюсь, симпатичная безделушка. Принесет тебе праздничное настроение. Барбара. Окей, Барбара мне дала разные ингредиенты. Окей, спасибо, Барбара. Блин, а эти бочонки, они вообще как-то на карте будут помечаться? Как мы их будем находить? Пока не совсем понятно, но один из них мы уже нашли. Это меня радует. Георг, здорово. Я пришел торговать. Почему он отошел от прилавка и мне приходится сейчас подходить к нему, блин, залезать в его лавку, блин, в прямом смысле этого слова? Снова вы? А, это снова вы. Так, ну давай попробуем. 18 500? Не, никакие 18 500. Давай 21 500. Да, доволен. Но вы просто молодцы. Ладно, все будет как в прошлый раз. Я отдам документы, новый заказчик. Да, нам нужно сейчас отчитаться перед заказчиком еще. Интересно, эти заказы, они бесконечны или нет? Я не думаю, что они бесконечны, потому что с каждым персонажем отдельный диалог. Так, вряд ли бы разработчики стали делать какую-то схему по брандомизации этих диалогов. То есть, что эти диалоги были бы бесконечно повторялись бы. Только с каждый раз с разными словами. Так, мне нужно отдать сейчас какую-то шляпу вот этому челику. Мы выполним еще один заказ, и у нас будет почти хватать, или уже хватать, на... Собственно... На открытие нашей лавки. Либо придется еще одно задание выполнить. Но в этот раз мне удалось уже договориться почти на идеальную цену. Хе, окей, удачи, мастер коктейлей. Они еще исчезают, вот эти квестовые персонажи. Это вы должны ухватить, давай пойдем в Бернхарду. Так, я уже собрал нужное количество. Да, смотрите, и больше заданий не появляются. А может, реально там рандомизация какая-то была в этом плане? Тридцать восемь тысяч я собрал с тридцати четырех. Неплохо, на самом деле, очень даже неплохо. Так, и теперь нам надо идти к Бернхарду, да? Окей, идем к заданию. Так, нам нужно вернуться к лавку. Еще нам дали немного камней стока. А почему один из магазинов показан серым цветом, а другой ярким? Белым. А еще нам нужно будет найти еще семь бочонков. Как их искать, правда, я пока не понял. Но, скорее всего, есть какая-то подсказка насчет этого. Здорово, я собрал все, что нужно. Бернхар, мы собрали достаточное количество средств. Уже? Это было очень быстро. Все готово, осталось только открыть лавку. Я уже договорился с поставщиками, так что нужно подождать немного. Отдал винной студии, и вскоре лавка открылась. А я могу что-то в ней купить? Ну как, неплохо, да? Можете оформить как хотите. Выглядит красиво, все сделаны со вкусом. Паймон придумает название для ночной лавки. Давайте назовем ее классные штучки от Фабониуса. Хе-хе-хе, странное название. Ааа, в стиле Паймон. Паймон, что это за каплимент? Только когда Бернхар, что нам нужно еще сделать? Сбор средств весьма тяжелая работа. Вы, должно быть, и томились. Вы отдохните, а я сам тут справлюсь. У вас опыта побольше, и было бы здорово, если бы вы помогли мне с маркетингом, контролем качества, всякими УТП, КПАЙ. Я не особо понимаю, что все это значит, только слышу от других владельцев магазинов. Чел, та же, то же самое. И я понимаю, что это что-то важное, значит, вам, вероятно, лучше с этим разобраться. То есть мы въем, встанем во главе лавки и будем разрабатывать стратегию, ты будешь продавцом? Именно, я прекрасный исполнитель, я могу стать вашим инструментом. Поразительная решимость. Эй, вот только не надо звучать кратски, мы ведь маним бессовестные владельцы. Бернхар, ты отдохни, мы обсудим стратегию. Окей. Вы с Паймоном изучаете товар в лавке и вырабатываете какой-то стиль. Хорошо, все ясно, наша цель стать лучшей закусочной на рынке. А теперь постараемся и вслужим первых клиентов. Открываем лавку. Никакие Паймон, не думал, что вижу вас здесь. О, Мона, Фишля, здорово. Мона, Фишель, гуляете по вермарке? А, это было бы не что иное, как мое божественное предвидение, что заставило меня разыскать госпожу Мегистоса, попросить ее присутствовать на этом празднике простолюдинов в качестве моей свиты. Ну да, 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 Фишель, мы это поняли. Даже в самом обычном осеннем дне прячутся возможности, которые ждут своего открытия. Это прекрасно. Хе-хе-хе, Субараси. Миледи сдерживает свою радость о встрече с вами. О, спрошу тебя воздержаться от такого грубого преувеличения. Кхм-хм, давайте я все объясню. Не так давно его сочетству приснился очень приятный сон, и она восприняла его как доброе предзнаменование. Естественно, первой мыслью его сочетства было сообратиться ко мне с астрологическим советом. Кроме того, она узнала, что на празднике вина очень весело, поэтому предложила мне принять участие. Конечно же, я согласилась. Это прекрасная возможность закупить товары по скидке, чтобы приступить к рукописям. На самом деле, хорошо, что я высочество напомнила о празднике вина, а то бы я даже не узнала. Госпожа Мегистос, ваша принцесса, напоминаешь, что с момента ее великих видений прошло 9 дней. Все это время я смиренно ждала ответного письма, которое, впрочем, так и не пришло. Вот почему я приняла решение посетить вашу резиденцию. Постой, уже прошло 9 дней? Точно, как быстро летит время? Ясно, безответственная Мона. Видели ее глаза? У нее белки красным налиты, как будто она не спала все эти 10 дней. Поскольку ваши рукописи имеют для вас превосходное значение, госпожа Мегистос, я, ваша принцесса, на этот раз вас прощаю. Но заклинаю вас, госпожа Мегистос, быть внимательной к приполненному почтовому ящику за вашей дверью. Кажется, множество других писем остаются без ответа. Ух ты, Мона так погружена в свои исследования, что забыла ответить на письма и чуть не пропустила великий праздник. Эм... Иногда необходимо, чтобы не мешало тебе. В общем, у меня мало времени, поэтому мне нужно побыстрее закупить матери... У нее всегда были такие налитые кровью белки? Глаз. Вот уж не ожидала, что вы откроете лавку, да еще и с прекрасными закусками. Да мы тут просто помогаем. Добро пожаловать на всю лавку. Что ты хочешь купить, Мона? Дайте подумать, а вы можете порегомендовать какую-то закуску к выпивке? Конечно, чего у нас только нет. Секундочку, Пальмон слянет меню. Постой, к выпивке? У тебя так плохо идет рукопись, что хочется напиться? Госпожа в последнее время часто носят мне визиты, что отнимает немало времени. Ты справишься, Мона? Нет, нет, все не так. Это никак не связано с выпивкой или с фишель. Успокойтесь, пожалуйста. Недавно я в высочество пригласил меня попробовать тебе мясное сортие. Извините, благословленную симфонию. Это было невероятно вкусно, ведь каждый кусочек приносил настоящее удовольствие. Я съела все, прежде чем опомнилась. Ну, если кусте нравится еда, то это лучший комплимент повару. Мясное сортие на самом деле было восхитительным. Его можно хренить долгое время, и оно придает много сил. Если я не ошибаюсь, его часто подают к выпивке, да? Кроме цены, это блюдо превосходит питательный салат по всем параметрам. Но если подумать с другой стороны, то основным блюдом этого праздника является вино. Поэтому и закуски должны продаваться скидкой. Поэтому нужно воспользоваться неспосланным архонтом шансом. Возрадуйтесь, госпожа Мекистус! Это блюдо я ваша принцесса приготовила по приходе во время королевской экскурсии. У вас еще будет множество возможностей насладиться этой изысканной кухней. Миледи хочет сказать, что еще только предстоит показать вам ее таланты. Ну, конечно, я не смела предполагать, что истинная широта кулинарного таланта, ее высочество может быть выявлено в одном единственном блюде. Однако, как верная подданная, как я могу позволить принцессе готовить? Я имею ввиду, как я могу позволить гостю в моем доме готовить? Самое меньшее, что я могу сделать, это приложить что-то отличное от салата. Может быть, таким образом я смогу найти что-то по вашему вкусу. А, так ты, Мона, об этом беспокоилась! Миледи, в такой момент вам пристало бы сказать, я так и знала. Все верно, госпожа Мегистус. Как человек, которого принцесса, признаю, вам нужно только наблюдать и разгадывать загадки небес. Нам не нужно делать ничего другого, чтобы угодить принцессе. Мы же всегда будут так заняты, а было бы неплохо попробовать себя и в другой области. Тогда... Тогда этой сложной задачей займется нашей классной штучкой от Фавониуса. У нас есть не только готовые закуски, но и полуфабрикаты, Мона, ты можешь попробовать разные. Готовить полуфабрикаты быстро и просто, так ты, Мона, очень легко научишься готовить. А когда у тебя будет больше времени, ты можешь попробовать приготовить более сложные блюда. Я хотел поиграть. Почему даже в дополнительных заданиях столько диалогов, столько текста? За что? И мы тоже можем научить, я ведь никакие умеют очень вкусные готовить. А, проще простого. Прекрасная идея, вы правда знаете, как заставить выложить Мору? Госпожа Мегистус, я с нетерпением ожидаю кулинарных шедевров. Только не забывай, о словах пойму, но осторожнее распределяй время. Немного терпения, в следующий раз я непременно приготовлю приятный сюрприз. Мона покупает продукции, сердечно поговорив. Классные штучки, я отфобонилась и продала свой первый товар. Эм, это очень важно для нас. Ага, пойму, он тоже обрадовался, что кто-то нашел то, что им нравится. Вот как его это продавать людям то, что им нужно. Или не нужно. Учитывая, как мы рекламировали полуфабрикаты, то мы не совсем то, что нужно продали им. Оказывается, интересно быть владельцем лавки. Никакие продолжим в том же духе и сделаем себе имя. После открытия магазина поговорите с Бернхардом, чтобы узнать, как обстоят дела с магазином. Перед каждым покупательским циклом вам предстоит разумно распределять средства и регулировать три направления магазина. Господи, за что? Когда все три показателя достигнут целевых значений, выручка увеличится. Если вложенные в определенные показатели средства предвысит его целевое значение, все равно продолжите получать дополнительную выручку. После определенного количества покупательских циклов вы можете использовать стратегии магазина. Эхи эффекты написаны в меню обзор стратегии. Через нет, которые вы сказали, о боже мой. Покупательских циклов вы сможете пригласить помощников, которые облегчат управление магазином. Каждый из помощников определенным образом усиливает один из трех показать. Также качественные награды помощники могут получить часть выручки. Свою награду помощники могут получить ограниченное количество раз. Каждый помощник действует только один покупательский цикл. Чтобы нанять того же помощника, еще раз придется подождать два цикла. Окей. Во время управления магазином может расстояться случайными событиями, неожиданными ситуациями. В своем время справляется случайными событиями и получить награду. Интересный разобран с неожиданными ситуациями, по-моему, стратегии магазина и другие способы. АААААААААА! Что это? Что это за экономический симулятор мне тут предлагают пройти? Бёрнер, помоги. Помоги. Покупательский цикл 1. Доступные средства этого цикла 2 тысячи. Цель этапа выручка 40 тысяч. Всего выручки 38 тысяч. Окей. Допустим, тратим ещё 2 тысячи. Ну, нам как раз ровно хватает, короче, на всё. Выручка этого цикла 1.5 тысячи. Окей. Следующий цикл. Плюс 2 тысячи 25. Хм. Я пока не понял, что происходит и что мне надо сделать. Качество товара повышаем и тратим 1600. Окей, следующий. Происшествие какое-то случилось. Ой, я получил какие-то непонятные ресурсы. Особая ситуация. Почётный рыцарь, вы управляете уже какое-то время магазином. Магазин продолжает работу, но достаточно гибкий. Проанализировать опыт других торговцев. Окей. Ну, наверное, я хочу открыть Ячейку магазина Даже две могу открыть А, мне нужно комплексное Обслуживание как-то повысить Давайте попробуем Умеренно повышает качество Качество продукции Немного снижая эффективность Нет, это мне не нужно Значительно повышает Эффективность работы Немного снижая качество продукции Вот допустим Если я могу вот эту штуку повысить Не, мне качество не нужно Я не то выбрал Мне нужно обслуживание Нет, слишком много Окей Вот теперь я могу В принципе Сделать вот так Да Да, неплохо пойдет Я думаю И здесь можно получить Первую награду Окей Ее, бой Еще немного выручки Ээээ Отлично Следующий цикл А билетики мне дадут? Нет Пока, видимо, не дадут Окей Господи Че так сложно? Нет В смысле Я имею ввиду Не то, что сложно Типа Сложно для Геншина Я бы сказал В этом плане Так Ну Сейчас мы можем убрать Точнее Поставить еще Эффективность работы Во Так Еще 2900 Окей Непредвиденная ситуация Так Мне нужно повысить Качество товара Мне нужно повысить Качество Эффективность работы И комплексное обслуживание Но у меня нет Вот этих штук Да Подожди Неожиданная ситуация Непредвиденная ситуация Дефицит поставок Цель по качеству Продукции Для закусочной Будет более высокого Для одного Цикла Мы можем В минус Даже уйти В этот раз Потому что У нас нужно Все три показателя Повысить Ну давай Сделаем Тогда Так Эффективность И комплексное Обслуживание Ну видимо Сюда придется Вбухать Сейчас Дофига Этих Очков Ну на 4300 У меня конечно Получилось Неожиданная ситуация Ну типа Я понял Происшествие Сиделана У меня вроде Получилось Что-то сделать Но я потратил Часть Этих Вот Камешков Да Я потратил Часть Камешков И мне Типа Не вернули Помощники Появились Тар Отлично Давай Эффективность Работы Либо же Так Либо Качество Продукции Давайте я сначала Уберу Штуки И посмотрим Что нам надо Нам надо Эффективность Работы Поэтому Тар Сюда Подожди А почему Эффективность Качество Товара Повысилось А он Видимо Все показатели Частично Повышает Да И особая Ситуация Опять Какая-то Настало Время Тестации Давайте Поработаем Вместе Супертест Нет Никакого Формализма Ситуация Безопасности Владельцы Магазина Стали Вы Попросил Проверить Вас Ответить На два Вопроса То получите Награду Давай Начнем Первый Вопрос Если на Пороге Вашего Магазина Вдруг Появится Известный Пьяница Уже Весьма Захмелевший Что Вы Предприняете У нас Есть Отличное Предложение Как раз Для Для Него Да Блин Ну Почему На Одну Точку Больше В которой Продают Такое Вино То есть Сократить Вероятность Того Что Любители Выпивки Будут Собираться В одном Месте Товары Обычно Упаковывают В ящики И складывают Экштабелями Что Это Серьезная Угроза Пожарной Безопасности Какие Приментивные Меры Вы Предпримете Как Хозяин Магазина В каждый Ящик Упакую По Крио Слайму Да вы Че Издеваетесь Что Ли Я Неправильно Ответил На Два Вопроса А Что Если Там Не Было Реального Правильных Ответов Меня Раскусили Оба Ответа Были Даны Правильно Серьезно Новые Стратеги Магазина Но Здесь Нету Каких-то Стратегий Где Можно Их Поставить Ну Ладно Мы С помощью Тара Повысили Эффективность Работы Теперь Мы Можем О У Нас Появились Новые Перки Так Надо Подумать Что Нам Надо Нам Надо Эффективность Работы И Комплекс Обслуживание Причем Эффективность Работы Нам Нужно Сильно Повысить А что Льем Сюда Немного Денег Точнее Наших Камешков Я думаю Нормально Пойдет Окей Еще Выручка О Еще Получили 100 Очков Замечательно Значит Что Мы Сейчас Можем Прокачать Нашу Лавку Зашибись Так Здесь Сбрасываем Пока Что Все Так И А Два Покупательских Цикла Нужно И мы Можем Нанять Новым То есть Мы Не Можем Использовать Других Помощников Так Нам Нужно Сильно Повысить Эффективность Работы Теперь Нам Нужно Повысить Качество Товара И Комплексное Обслуживание Так Качество Умерено И Обслуживание Умерено 2700 Потратим Ну ладно Этого Стоит Я думаю Да Мы Получили Гораздо Больше Чем Потратили Замечательно Так Теперь Надо Опять же Убрать Сбрасываем Все Неожиданная Ситуация Отбой Проб Качества ЦР по Качеству Продукции Закусочная Будет Более Высокая Для Одного Покупательского Цикла А у нас Еще Есть Стратегия Кстати Таких Стратегий Пока Нет Можно Получить В происшествии А как Их Получать Ну Это Автоматически Видимо Происходит Так Ну Давайте Попробуем Сейчас Повысить О Смотрите Офигенно Так Эффективность Работаем Если я сделаю Вот так То у меня Слишком Нет Здесь Мне Явно Не Надо Давайте Тогда Умеренно Мне Придется Неплохо Так Потратиться Получается Сейчас Да Мне Придется На пять Тысяч Потратиться Я Получу Скорее Всего Меньше Чем Потрачу Опять Происшествие Да Вы Задолбали Ну Я Немножко В минус Ушел Но Не сильно Особая Ситуация У нас Проблема Один человек Личность Которого Он Надеется Что у каждого Ребенка И счастливое Будущее Почему Он скрыл Свою Личность Что делать С посылкой Нужно Проверить На всякий Случай Нечем Волноваться Окей Но проверить Стоило На всякий Случай Так Сбрасываем Все Штуки И теперь У нас Открылась Возможность Обратной Связи Есть ли У нас С вами Какие-то Происшествия Нет Происшествий Нет Тогда Мы Сбрасываем Сейчас Здесь Все И Можно Взять Допустим Эффективность Работы Да Мне Как раз Она Нужна Выбираем Тара На Эффективность Работы Какие У нас В обратной Связи Есть На Обслуживание На Качество И на Эффективность И Пробой Ошибки Без Затрат При Общей Выручке Меньше 80 Тысяч Заведение Будет Получать Дополнительно 10 Тысяч Выручки За Каждый Покупательский Цикл Неплохо Звучит Но У нас Нужно Как раз До 80 Тысяч Это Не Подходит Нам К Сожалению Так Попробуем Повысить Эффективность Работы Качество И Комплексное Обслуживание Умеренно И Нам Нужно Будет Потратить Лишь Совсем Чуть Чуть На Эффективность Работы И В итоге Мы Потратим Всего 450 Этих Штук А Получим Гораздо Больше 5000 Сюда К Папе Хорошо Пока Идет Вообще Замечательно И По-моему Кстати Мы Вообще Полностью Все Прошли Разве Нет То есть Мы Здесь Все Награды Получили А Если Имеет Смысл Ли Дальше Продолжать Циклы Или Это Уже Нет Смысла В Этом Ну Давайте Попробуем Еще Немножко Так Здесь Мы Не Можем Пока Взять Давайте Сбросим Так Нам Нужно Повысить Сильная Эффективность Работы И Качество Товара Если Мы Сделаем Вот Так Да Что Не Так Круто Получается Надо С Эффективностью Работы Сделать Сильно Или Умеренно Желательно Ну Я Неплохо Так Потрачусь Если Я Ну Давай На 6 Тысяч Я Потрачу Мне Просто Интересно Что Дальше Если Вот Я Сейчас 6 Тысяч Потратил Подождите Или Откройте Следующий Этап А Все Мы Прошли С вами Полностью Это Ага То есть Я не могу Пройти Дальше Мне Нужно Открывать Следующий Этап Я Думал Что Я Пройду Сегодня Все Этапы Но Такое Ощущение Будто Я Пройду Только Вот Этот этап Потому Что Мне Еще Нужно Достичь Одного Миллиона Ты Прикалываешься А Откроется Только Потом К сожалению С Остальными Лавками Пока Видимо Что Возможно Мы С Вами Уже Прошли В Этапе Еще У нас Осталось Найти Семь Бочонков Как Я Понимаю Да Капец Тут Загадки Дурацкие По Запискам Здесь Блин Еще Такие Подсказки Насчет Этого Я Знаю Где Находится Это Место Но Если Я Не Знал Об Этому То Я Бо Фиг Догадался Ой Так Прошу Прощения Я Знаю Где Находится Дом Родниковой Феи Короче Нам Нужно В сам Спрингвейл Сейчас Пройти Что Мне Кстати По Зарядке Вроде Еще Есть Заряд Окей Короче Где У нас Дом Родниковой Феи Сейчас Покажу Нам Нужно Войти В сам Спрингвейл Для Начала И Вон Видите Там Есть Это Как Его Называется Там Пруд Скорее Всего Это Он Дом Родниковой Феи Да Вот Это Он Но Если Я Этого Не Помнил Что Здесь Феи Есть То Я Бо Задолбался Искать Подожди Когда То Я Слушала Здесь Шепот Родников Феи С тех Пор Минуло Много Лет Фея Больше Не Возвращалась И Только Вода В Роднике По Прежнему Сладкая Милый Друг Раздели Со Мной Радость Богатого Рожая Знаю Она Благословит Всех Нас Если Только Услышит Наши Голоса Подарок Лишит У Последнего Дома На окраине Спрингвейла Как я понимаю Это Куда-то Сюда Да Но Барбару Подарок Было Найти Достаточно Просто Он Под Носом Лежал Так Этот Сундук Мы Тоже Нашли Я Человек Без Фантазии Но Почему-то Приготовить Бочонок Изобилия Поручили Именно Мне Туговато Я Соображаю Не Могу Придумать Где Его Лучше Оставить И Что Написать Записки Поздравляю С праздником Вина Йотун А Эту Барышню Как Звали А Она Даже Не Подписалась Никак А Он Не Подписался Дедушка Какой-то Почему Он Не Подписался Хотя Кто Он Все Подписывается Он Нет Я Оставлю Подарок У Черного Входа Одной Из Манштадтских Таверн У Этой Таверни Живут Милые Коты Сердитые Бармен Готовят Неплохие Коктейли Хотя Это Огненной Воды Которую Мы Пьем Снежной Им Далеко Ну Понятно Кстати Удивительно Это Катерина Что ли Оставила Подарок Я Тоже Знаю Где Это Находится Капит Тут Нужно Знать Короче Всю Историю Сюжетки И Ивентов Всяких Разных И При Этом Еще Исследовать Мир Чтобы Понимать Где Что Находится Я Конечно Понимаю Где Что Находится Но Если бы Я Был Новичком В Геншине И Не так Много Всего Еще Узнал Мне бы Пришлось Бы Достаточно Трудно Отыскать Эти Штуки Так Нам Нужна В таверну Кошкин Хвост А может Это Дион Не Не Диона Она Бы Тогда Не Говорила Про Кошек Да Вот Это Дом Дион По Моему Как Раз Таки Ладно Они Хотя Бо Еще Издалека Подсвечиваются А Это Ты Чел Как Же Тебя Звали Та Я Уж Не Помню Честно Говоря Этот Праздник Навивает На Меня Тоску Повеликой Снежной Каждый День Я Жду Вечера Чтобы Залить Тоску Вином При Случай Обязательно Пропусти Саканчик В Эй Таверне Раз Теб Достался Мой Подарок Наверное Ты И Так Здесь Частый Гость Возблагодарим Барбатоса Барбатоса За богатый Урожай Что Он Подарил Маштату Я Ставлю Подарок У Его Ног У У Меня Есть Конечно Одна Маленькая Догадка Но Там Статуя Ангела Женщина Ангела А не Барбатоса Ну Давайте Попробуем Посмотреть Может Он Там Или Мне Нужно Прям В Логово Ужаса Бурить Нет Смотрите Правда У его ног Но это не Венти, это вообще не Венти Это какая-то девушка больше Или подождите, или это Венти, неужели это Венти? Я все время думал, что это женщина Походу да, походу это Венти Потому что я увидел только сейчас эти каменные косички Которые присущи Венти Странно, блин Офигеть, ну ладно Мы нашли бы так или иначе эту награду тоже Подыскавшему подарок Приветствую вас, благодарим Барбатоса Который вручил нам мой подарок Записку до хранят вас его ветра Если вас что-то тревожит, вознесите ему свою молитву Барбатос поможет найти ответ Грейс Блин, я Случайно закрыл, надо было Открыть следующее И скорее второй этап Вот в этом ивенте, второй этап скорее всего Откроется тоже через некоторое время А нет, нужно представление Начинается пройти Подарок будет лежать у черного Хода в таверну Доля ангелов если я правильно понимаю это где-то здесь это же доля ангелов вот это вот да 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 все правильно блин я чудес было забыл чё я думал может быть мне нужно будет прям на ферму делю кайте но потом я вспомнил что в монштадте есть у них ресторанчик в котором бармен заведует и типа окей я не удивлюсь если такие оставил но как я понимаю все подарки должны быть именно в монштадте и поблизости деревни скорее всего вот это черный вход или нет черный вход видимо считается вообще сзади здания открываем сундучок не знаю кто вы постоянный посетитель нашей таверны а это бармен как раз таки или незнакомый с далеких краев но судьба привела вас к этому подарку приглашаю заглянуть таверну и пропустить стаканчик пусть праздник не будет незабываемому продукция винокурни рассвет добавит вашу жизнь и много радости бармен чарльз окей в монштадте есть одно место откуда открывается восхитительный вид доводилось там бывает дам еще одну подсказку подарок будет лежать очень очень высоко осторожнее в монштадте есть место откуда открывается вид подарок будет лежать очень очень высоко ну это может быть как и вот эта вышка как и статуя самого венти как и сам собор какие мельницы которые находятся в монштадте но он говорит именно про монштад про сам монштад да то есть вполне возможно это где-то в самом монштадте там потому что было написано именно в самом монштадте есть место откуда открывается вид может быть этого честь и на или одна из башен но вряд ли это логово уж сабури к тому же это можно это интерпретировать так же какие на голове венте я не видел ничего это может быть абсолютно любой из мельниц это может быть любая гора вот по сути самая высокая мельница из всех да но вроде бы не здесь да по крайней мере у меня не возникло этого не появилось сообщение о том что поблизости сундук я не думаю что это сам собор монштадта хотя такое возможно наверху тоже ничего нету на этой мельнице на той вышке тоже нету на том здании штаба орда фавониос тоже ничего нет но вряд ли собор я к тому же никогда на него не залазил если чё ни разу я на собор не залазил но от него должен открываться действительно красивый вид я вообще даже не знаю можно ли залезть на сам собор да видимо возможно я просто никогда на него не залазил а может и залазил но не помню этого а вон и колокольни и вижу там что-то светится возможно то что нам надо да видимо это он и кстати там чё-то светится мне интересно посмотреть что же там такое я туда помню не залазил поздравляю это место было нелегко отыскать похоже ты не из тех кто любит сдаваться а теперь посмотри вокруг дух захватывает правда рада поделиться с тобой этой красотой да чуть не забыла когда полетишь вниз не забывай о правилах руководства по управлению планером иначе лишишься летной лицензии скаут эмбер я кстати по моему вот на этот не залезал эту вышку да здесь сундук все это время был причем роскошное я даже не знал об этом офигеть я даже не знал что можно забраться на этот забор ой забор забор блин так ну и нас осталось по моему последняя да я оставила подарок за тренировочной площадкой ордена когда пойдешь за ним постарайся не шуметь чтобы не мешать учениям спасибо за понимание а ну это изи я знаю где это находится но здесь нам лучше стелепортироваться так будет быстрее скорее всего второй этап у нас не откроется то есть хоть и говорится что нужно пройти все все остальные этапы чтобы перейти к следующему но скорее всего он откроется только завтра как мне кажется а может и нет короче нам надо сейчас знаете куда подождите я правильно вообще понял да блин и кота вот здесь по моему разве нет да вот он последний подарок есть замечательно айлин его оставил или кто-то другой нет ноэль для меня тренировочная площадка особое место я провела здесь много времени чтобы стать настоящим рыцарем и держать победу над собой я буду продолжать тренировки если нужно срубить дерево или наколоть дров поручи это мне если у тебя неприятности позови меня на помощь ноэль горничная ворда фавониус мы кстати получили кучу чертежей и еще получили с вами новый предмет какой-то изи окей давайте заберем последнюю награду настоящее преображение поиски бачков изобилия есть еще праздник в разгаре а это только первый этап офигеть у нас есть еще испытание ветром и осенний кризис для прохождения и чувствую мы за сегодня все это не сможем пройти так нам нужно с бернардом опять поговорить я думаю мы пройдем сегодня два этапа первую главу двух этапов оставшиеся два этапа оставим на будущее так нам нужно поговорить опять с бернхардом ну давай изобилие может дело в том некоторые люди и правда оформление люди приготовившиеся давай украсим закусочную о украшение закусочной круто украсить магазин о вот мы и получили кстати эти предметы для украшения так ну вроде бы я сделал разве нет так описание события цвета лавки мне нужно еще девять компонентов лавки собрать а как мне их собрать наверное нужно будет в других этапах еще все это делать ну я понял что моя лавка здесь я как бы допер до этого но видимо все компоненты мы сможем разблокировать только когда это когда пройдем второй третий этап как я думаю может быть ты нам что-то подскажешь не у него только задание про дела в лавке но типа мы его полностью прошли у нас есть еще с вами два этапа в этом ивенте сколько сейчас времени можно в принципе попытаться их пройти но если они будут слишком долгие я просто не успею это сделать то есть у нас есть еще вот с кабанами и осенний кризис и какая-то испыт какое-то испытание ветром скорее всего на полеты боже мой ладно давайте мы это пройдем в следующий раз на этом я буду пока заканчивать потому что долгие долгие оказалась глава во первых первая долгая я думаю в следующий раз мы с вами посмотрим и ивенты и да да на этом пока буду заканчивать вам огромное спасибо за просмотр а с вами как всегда был ник удачи до скорых встреч и мы еще обязательно увидимся на этом пока что все и пока пока пока